Сегодня народный контроль проинспектировал игровые и спортивные центры Тамбова. Некоторые площадки уже находились во внимании специалистов, а некоторые только начали свою работу. Не станет ли для горожан зона развлечений, зона отчуждения, расскажет Павел Юросов. Игровой комплекс в одном из торговых центров города открылся только в июле. Народный контроль как специалисты, да и как родители тщательно проверяет документацию и фактическую безопасность площадки. Под присмотром ответственных взрослых здесь могут отдыхать дети старше шести лет. До шкаля так играм допускаются только вместе с родителями. Несколько правил. Итак, с горки спускаемся на попе и только сверху вниз. На ватуке мы прыгаем, на ножках и по одному. Если захотели в туалет или попить, обязательно обращаемся к нам. Хорошо? В будни, а тем более с утра, посетителей немного. С Полиной и Аней персонал уже успел подружиться. Юлия за черми здесь первый раз. Зоркий мамин глаз нарушений не нашел. А уж маленькие непоседы игровую площадку точно одобряют. Мы, в принципе, не ходим в садик, поэтому мы очень много посещаем игровых зон. И здесь достаточно много разного вида игровых комплексов на одном участке собрано. Поэтому мы, когда увидели, сразу решили, что обязательно сюда придем поиграть. Пожарная система, новенький огнетушитель и всегда открытый запасной выход. Игру и отдых не прервет лишняя тревога. Игровой комплекс «Народный контроль» прошел. Автоматическая система пожаротушения. Имеется. Запасные пожарные выходы. Присутствуют. Прорезиненное мягкое покрытие. Здесь. Здесь безопасно. Я обещаю, что с нашими контролерами мы будем приходить, мы будем смотреть, чтобы все на должном уровне не оставалось. И безопасность, соответственно, пожарная безопасность, чтобы все время все убиралось. То есть, и подобные центры мы уже мониторим и будем продолжать мониторить дальше. Экстрим-центр «Крылья» «Народный контроль» уже посещал год назад. Тогда неудовлетворительной оценкой дело не обошлось. В работу включилась прокуратура. На исправление многочисленных нарушений пожарной безопасности, как то отсутствие запасных выходов и огнетушителей, власти дали достаточно времени. Любую ответственность экстрим-центр, в принципе, предпочитает себя складывать. Дети до 12 лет допускаются сопровожденной совершеннолетней. Обязательное заполнение расписки. Сопровождающий ребенка несет полную ответственность за его безопасность на протяжении всего времени нахождения в центре. А сегодня на наши вопросы в «Крыльях» отвечать отказались. К сожалению, сегодня не получилось посмотреть данный развлекательный центр, экстрим-центр. Нет на месте руководства. И когда будет, честно говоря, нас и не обрадовали тем, что сегодня или поскольку. Я обещаю, что мы в любом случае с нашими контролерами придем. Мы вернемся в этот экстрим-центр. Павел Юрасов, Николай Иванов, Александр Щеднов. Область новостей.